здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий большое спасибо что смотрите спасибо что делитесь этим видео лайкайте комментируйте сегодня нашим гостем будет политик украинский игорь насечук здравствуйте игорь здравствуйте виталий здравствуйте дорогие зрители ну я думаю что мы всегда начинаем с международной политикой мы к этому вернемся через небольшой промежуток времени но все-таки с острых украинских тем и проблем стало известно за об этом сказал депутат железняк что в октябре украинцы получат меньше зарплату из-за внедрения налогов задним числом за ноу-хау я понимаю что на войну нужны деньги в общем-то 22 года сначала украинцы всегда и как бы добровольно давали пожертвования но все же не хватает соответственно теперь получается правительство пытается забрать то что еще можно забрать у обычных украинцев или я преувеличиваю саму проблему особо меня беспокоит вот эта хрень с задним числом смотрите далее я вообще считаю деятельность команды гетьманцева диверсионный направленный в интересах крае страны агрессора у меня подозрение что они работают на российские спецслужбы и все что они делают они делают в интересах кремля почему я так говорю ну даже не потому что он там имел отношения близко работал с владимиром силковичем хотя это тоже надо изучить у нас за встречи с ним люди в сезон сидят а этот в парламенте я но я думаю другая у меня причина смотри поднимают тариф на электроэнергии хлопысь часть производства большая часть гигантская часть притом те которые были самыми основными потерьщиками налогов закрываются и тут следом контрольный в голову от гетьманцев вот просто контрольный в голову дух какой контрольный в голову повышение налогов военные налоги мы сейчас соберем все что необходимо для армии для всего соберут без вопросов только виталий соберут они единоразово а промышленность экономику уничтожат на очень долгий период и вообще в чих интересах действует гетьманцев должны бы интересоваться нашу спецслужбу вот смотрите семья франции дети там все жизнь там ну он здесь политикой занимается по моему на низком старте у него в центральном аппарате работает такая себе катерина режим кок наш коллега власть и долинка с канала свободный провел целое расследование по этому поводу и что мы видим человек в центральном аппарате налоговой и является резидентом российской федерации имеет и получает и строит дом в крыму на земле которую без сотрудничества с фсб никому не выделяют ну там закрытые будем морить учат получает родственница прямая помощь на предпринимательскую деятельность федерального бюджета мать ее получают я конечно понимаю что дети за родителей не отвечают но как-то странноватненько так получается и эти люди сейчас решили ограбить оставшихся производитель оставшихся предпринимателей и произвести контрольный выстрел украинской экономики в голову я думаю что тут именно место для работы службы безопасности если я конечно не ошибаюсь и это не есть целенаправленная государственная политика по ликвидации предпринимателей как класса как основы государства ну и следом государства и утилизации нации скажите пожалуйста ну я понимаю там задним числом это такая история она очень грустная печальная но они все списывают на войну и понятное дело что потребность в деньгах колоссальна кстати в этом мне кажется какой-то степени вина и шмыгаля который помните сказала мы думали что в двадцать четвертом году половине до 24 года закончится война ему не просчитали тот бюджет и соответственно имеем такую дыру там 500 или 600 миллиардов но тут же подняли голову олигархи которые представляют или зажитки которые представляют энергетический сектор опять ходят разговоры о том что 6.05 в двадцать пятом году потом 7.37 что-то такое а потом даже через два года до 9 гривен будет цена на электроэнергию а если растет цена на электроэнергию то ясный барабан будут подняты цены на другие коммунальные услуги для украинцев как это может вообще во время такой тотально ужасной войны происходить смотрите ну это чистой воды мародерство хочу только заметить одну что олигархи у нас уже не те и фактически на олигархов это все списывает власть а на самом деле уже у нас снова олигархи с депутатскими зелеными мандатами на зеленых ламбаргинии и подобных элитных тачках в Украине за границей рассекают на самом деле они повышают они собирают они стригут маржу по энергетике да олигархам тоже естественно от этого попадают но главный бенефицар это вот эти зелененькие зелененькая плесень которой представлена наша власть они энергетику этой плесенью уже полностью оплели они ее держат и контролируют и по барабану чьи люди были люди Деркача стали люди зеленых были люди Силковича стали люди зеленых были люди Порошенко получите героя Украины были люди Кивы получите героя Украины я уже боюсь скоро Киву поспят на награде да это грустная вещь на самом деле я посмотрю когда одни меняют других то их подбирают не по профессионализму а по лояльности но не подбирают по тому насколько глубоко их язык может залезть в ту или иную дубу того или иного цвета если он хорошо работал в дубе синего цвета при регионалах то и зеленым зайдится да ну мы поставим три точки потому что тема в развитии она как бы перманетно обрастает информационным мясом но давайте вернемся к сложнейшей ситуации с войной в том в чем мы сейчас находимся в том ужасе бесперспективном я пока понимаю насколько я знаю Умеров недавно уволил своих заместителей происходят какие-то интересные процессы далее он поднял вопрос и говорят по инсайдам что будет заменен главный разведчик Украины Будан потом Умеров говорит что этого не произойдет через какой-то промежуток хотя до этого времени он поменял ему двух заместителей дальше интересный момент вот я хотел бы чтобы люди были внимательны и прислушались к моим хронологиям изложения моего видения значит последнее видеообращение к Дизеленске ссылался не на данные представителя ГУР а именно разведки это имеется ввиду внешней разведки это имеется ввиду Ивашенко такой да его предлагают на эту должность вместо Буданова то есть такой глубок проблем запущенных я не понимаю Ивашенко добавляет службу внешней разведки что происходит кто будет за бортом вне игры а кто все-таки непоколебим в своих должностях Виталий я должен у вас спросить можно крепким словом Пожалуйста это ваше право Смотрите вот этот жаба гадюкин где они одного один другого жарят и переворачиваются то жарят то любят то целуют то еще что-то у них происходит это все на фоне гибели Колесство пропавших без вести пленных трагедии угледарской это все на этом фоне происходит поэтому я честно говоря когда вижу умеров Если бы была возможность ну я бы ему съездил чем-то По его роже Вообще то нах должен идти он в первую очередь потому что ответственность за вот это все несет он министра вороны За закупки дронов в 10 раз дороже за бардак в генштабе за плохую подготовку войск за все несет ответственность он он не просто нас должен идти а идти под трибунал Вот так должно происходить в нормальном государстве во время войны А у нас он рассуждает кого он уволит кого погладит кто где вот эти подковерные полу политические полу военные игры За богатюкин люди на это смотрят это ужасно демотивирует ну и еще одно главное ну ладно эти А среди руководства это военно-политическое руководство военных достаточно Я утверждаю что господин Сырский и ряд военачальников ответственных которые несут прямую ответственность за угледарскую трагедию Если бы они имели офицерскую честь они должны были бы застрелиться Потому что то что произошло в угледаре и сейчас надвигается на Селидово это военная катастрофа это трагедия Представьте себе они допустили тактическое окружение 72 бригады черных запоростов Белоцерковской которая находилась в угледаре они не давали и по сегодняшний день не существует приказа если задним числом не нарисовали не подшили о выводе оттуда бригады то есть они допустили что враг зашел по флангам они допустили оперативное окружение когда дорога это единственная была перекрыта очень таким сильным сильным огнем вражеской артиллерии и вообще врага и фактически они повинны во всех смертях ранениях пропавших без вести и пленных которые случились в угледаре а случилось их немало вывод должна сделать ставка верховный главнокомандующий я пока этого не вижу умеров как попка дурак берет рассказывают уволят не уволят нах мне уволят или не уволят кого-то ответственных будут нести кто-то исправлять будут врага останавливать будут что будет с селидова что будет с каналами рации краматор славянск после падения селидова что будет с покровском в конце концов какого хрена не строится оборонительное сооружение в днепропетровской области если военные говорят что с таким темпом наступления русских два месяца и покровска не уничтожен и выйдут на оперативное пространство дикий степь влево запорожье прямо павлоград посредине днепр ответов ну ждать от министра аутиста умерова я их даже не жду это даже не смешно это вообще очень грустно и и я понимаете я все понимаю но это очень грустно министр семья у него тоже живет за границей как и у гитманцева только в сша живет долгое-долгое время кого он тут защищает за что он тут борется бабки зарабатывают или как с агенцией военных закупок где сидит госпожа ее зам артем сытник коррупционер с реестра коррупционеров и где по 10 раз дороже покупают дроны а министра не видит кто верит тут возьмите зрители от канала дикий лайф напишите в комментариях кто верит что господин рустам умеров не знает о закупке дронов 10 раз дороже ведомством подконтрольным ему кто верит что он не знал о надвигающейся угледарской трагедии ну в конце концов ну тут же не просто кадровые выводы тут надо людей под ответственность ставить не может быть иначе мы теряем боездатнейшее подразделение сидит играется в курской песочнице как правильно подметила безуру это анквал с которого никуда на стук что сейчас делают наши войска какие цели преследуют у меня прямой вопрос ко всем ответственным лицам на территории курской области какие стратегические задачи чем это должно сейчас на этом этапе помочь в обороне страны куда наступают никуда сидят в анклаве сами перебили мосты наступать не могут что это за стратегия чья кто за это будет нести ответственность героев раздавать зеленскому подня носить на своих миньонов на награждение пожалуйста а реальность ну люди просто боевые воины которые с первого дня воюют увидели этот перечень награждаемых на день защитника отечества упали в шок просто упали в шок я не зря сказал я думаю что киву надо посмертно наградить если исходить из логики этих людей игорь но мы можем давать вернее вы только политическую оценку я думаю что военные будут давать военные аналитики но есть вопросы мягко говоря есть вопрос значит вы знаете из такой институт изучения войны и вес я же не знал я был просто удивлен оказывается его как бы саторами возникновения такой структуры оказывается была виктория нуланд и ее муж и супруг правда это или нет я не знаю я только пользуюсь средствами массовой информации оттуда черпаю то что вам рассказываю вы можете перепроверить или усомниться но приложить усилие найти правду но в любом случае и вас написала о том что оказывается особой стратегической ценности угли дар как бы не имеет помните такая история была с бахмутом очень долго воевали за бахмут но потом решили значит перейти на лучшие позиции так формулировка смягчает ситуацию и тут у меня во первых вопрос почему они там так решают и преподносит картину таким образом а второе я обратил внимание на издание вашингтон пост там было написано о том что вы говорили о курской операции которая была неотъемлемой частью там плана зеленского да там плана победы так вот российские войска в августе они пишут и сентябре продвинулись по украине темпами невиданными по их взгляду с 2022 года но они детально пишут о том что были захвачены 511 квадратных километров преимущество на участке от бахмута до угли дара я может быть и усомнился если бы не видел сводки с фронтов как вы это все откомментируете ну смотрите потери территорий населенных пунктов и все о чем только что вы сказали абсолютно соответствует действительность это мы видим каждый день со сводок которые получаем более 100 существует украинский военный паблик дип-стейк которому до углидарской трагедии ну никаких сомнений в нем не было ни у кого меня и сейчас нету но дип-стейк сказал два дня назад что углидар пал а наш генштаб еще сутки раздумывал потом оперативное управление хортица сделала заявление о плановом отходе суглида ну во первых приказа не было во вторых это было кто прорвался слава богу ну суглида а во вторых ну нельзя же я мочиться в лица людям как это они делают просто вот это командование хортица за одно это заявление должно быть стерта руководство уволено минимум только за это заявление не говорю уже там о других вещах но этого нет наоборот институт близкий госпожа но он который вы вспомнили задал тренд а наши все вот эти инфопомойки промолчали или перепечатали этот тренд что никакого стратегического значения углидар не но для госпожи нуланд возможно для американской администрации не не а вообще-то он находится на определенных высотах стратегических с военной точки зрения и как мы видим наступление которое после падения углидара активная началась район солидара она как раз и связано с тем что захвачены эти высоты и дальнейшие последствия еще будут и будут поэтому либо распознан кто-то дезинформировал ну ее институт либо этот институт сведомо и обдуманно вводит в оман в обман украинцев но это ладно это иностранцы на это надо обращать внимание на на это надо указывать но у нас же другое произошло у нас произошла спецоперация информационная мало кто ее заметил но сейчас я на ней с акцентируюсь я думаю все зрители согласятся во время тяжелейших боев за углида за попытку выйти даже с углида 72 бригада черных запросов когда дип стейт орал что происходит трагедия в это время все инфопомойки офиса президента все вот эти душевные педерасты лаченные леби и стерненки петров и иванов и ижи с ними они проводили спецоперацию как отвлести внимание от углидарской трагедии и переключить ее на другой и переключили сутки все инфопространство не про трагедии углидара говорил а про войну на ближнем востоке куда попала ракета куда она полетела что случилось не в украине война и трагедия а на ближнем востоке это информационная спецоперация нельзя хоп и переключили внимание людей собственных трагедий на чужие смотрите туда не заметите преступления этих картонно-паркетных генералов в углидаре фактически их спасли эти поэтому вся вот эта публика вышеперечисленная с этих инфопомоги разделяет ответственность за гибель ранения пленения пропавших без вести за всю трагедию углидарскую вместе с вот этими картонно-пакетными генералами они такие же преступники какие эти генералы которые кинули наших воинов белой церкви а эти информационно осуществили этот информационное прикрытие этого китка поэтому граждане должны знать что вот эта вся публика из которой офис президента лепит так называемых моральных авторитетов блогеров-миллионников этих волонтеров и других они просто душевные педерасты которые подвергают прямом понимании этого слова людям которые сливают на утилизацию наши войска у меня слов нет кстати есть цитаты владимира бойко это известный журналист он сейчас находится в ссу он поражает детализации происходящего время от времени пишут пост откровенные которые активно обсуждаются ну вот он говорит что у нас там значит серьезная такая мобилизация жестокая жесткая лучше так сказать наверное ну вот значит из 50 как он пишет новобранцев направленных на укрепление обороны углидара на позицию попали только четверо но и они дезертировали при первой ротации это пишет владимир бойко он там развивает эту тему я не хочу потому что она очень противоречащая и неправильно понято но относительно самой ситуации в углидаре он называет потерю города локальным обвалом фронта и пишут что подобная ситуация с выполнением в ссу наблюдается по всей линии столкновения пишут что дальше будет только хуже до марта 24 еще можно было как-то исправить ситуацию на сегодняшний день развал армии достиг таких масштабов что никакие меры уже не помогут на фронте просто нет людей еще раз говорю это мысли владимира бойко журналиста который сейчас находится в ссу служит пресс ну в эпицентре событий но я напомню есть такая у нас дамочка по фамилии безуглая зовут ее марьяна она там вообще дерьмом обливает бесконечно сырского начальника генштаба и весь руководящий состав военного кабинета я не хочу проводить параллели но эта тенденция она же опасна она может иметь серьезные последствия понимаете тут же ситуация следующая когда два года назад мы будем говорить вскрыли нарыв коррупционный с одесским военкомом борисов нашли убилу в испании показали всему обществу все президент отреагировал президент вышел и сказал мы провели рнбо вы помните да мы приняли решение все эти держи морды на фронт все это вместо них придут люди которые ранены были которые воевали потеряли конечности которые знают цену тому кого надо мобилизировать и направить на фронт а кого нельзя да ну то есть которые будут проводить правильную мобилизацию и которая при правильном контроле не будут заниматься тотальным грабежом и коррупцией ну как нынешний прошло два года борисов как сидел в сизо так и сидит приговора до сих пор нет его пытаются отмазать любыми путями похоже выдают пытаются в том числе выдают и выдают и отмазать там адвокат имеет связи с военной прокуратурой ну вернее то что сейчас называется бывшей военной прокуратурой сам борисов с господином киваловым имел общение но такие хорошие вот то есть сидит себе и все но и борисов той борисов может быть осудят будем контролировать чтобы все-таки это произошло но на место борисова приходит борисов 2 приходит юрий пылько такой с такой как у трима сейчука морды это самое выходит в экран и говорит я пришел в тцк потому что хочу служить людям значит бусификация как была так и есть внимание этих роликов которые актерами выступают подчиненные этого пылька как было так и есть но руба одежду как кошмарили так и кошмара расценки только поднялись как нам сказали и что мы видим у юрия пылько есть сын ярослав сейчас у левый ребенок который резко стал инвалидом что не мешает ему ездить по миру пухать везде и что происходит 24 липня мовы оригинал пылько ярослав юрьевич стал властником земельной дилянки понад пять соток в центре хмельницкого документ на право властности номер 1595 оформляла приватный нотариус хмельницкого округа тервич оксана львивна сразу сделаю заметку этот военком пылько был на тот момент хмельницким военкомом сразу делаю замечать дальше перед цим 23 червя 2023 року пылько ярослав юрьевич стал властиком в квартире на 42 и 6 квадратных метров в месте чернівця документ на право властности номер дванадцать семьдесят девять оформлювала приватный нотариус довганю Анна Константинівна чернівецкий міський нотариальный округ за самым дивным сбегом обставок хуйко в это время был юрий папа военкомом в черновцах это же нервный смех возникает да кстати Одесса и тут семья военкома имеет недвижимость квартиры на на сорок три восемь квадратных метров на шестьдесят семь и восемь квадратных метров однокимнатно скромно на тридцать три девять квадратных метров все оформлены на пулько Ярослава Юрьевича у меня вопрос он их покупал на пенсию от инвалидности и это только начало там есть ещё на супругу на тёщу на подставных лиц и всё что происходит о какой мотивации может идти речь кого они отправляют на прон они обелечивают они что происходит как выглядит схема ничем не меняется попадает гражданин в список на мобилизацию приходит ему повестка он выходит на таких пулько хуйко и говорит сколько с меня ему говорят десять двадцать по разному в зависимости от обстоятельств и делают ему либо белый билет либо сейчас белый билет большая редкость делают эту строчку либо право выезда ну за границу и человек свалит на его место надо же кого-то мобилизовать поехали алкоголика под ворком поймали мобилизовали потратили деньги в учебном центре по дороге на фронт он сбежал или с фронта сбежал у меня вопрос Владимир Александрович два года назад вы дали команду если эти паркетно-фанерные или картонные генералы и и не выполнили то это ваша проблема и вы разберитесь посмотрите на них ну это просто ужас понимаете эту ужас они превратились в страну военкомы исполняют заказы так приходит говорит ха нам надо вот этого священника он нас не слушает не хочет конфессию менять переходить надо его мобилизовать хорошо хлоп пусть и в каменце мобилизовать и по барабану больной человек не больной приходят это еще один вид заработка вот таких пуйко-хуйко приходят бизнесмен и говорит вот там Вася мой конкурент по тендерам государственным на тебе двадцать-тридцать рублей вон они не кажут даже долларов не называют это рублями хотя дают конечно твердой валюты на тебе двадцать-тридцать рублей отправь его на фронт приехали упаковали бизнесмена если у него есть соточка он и откупился если нету поехал на фронт и с такими случаями я сталкивался люди мне писали жаловались есть документальное подтверждение тому что я говорю вот как вы думаете эти люди будут служить или они будут убегать будут убегать и деморализация фронта и то что происходит это заслуга власти которая терпится таких пуйко-хуйко по всей стране это только ж мы одесского я бы вот честно вы знаете то чего он додумался когда он провел пресс-конференцию рассказал что это его поклыкания служить люди в ТЦК главой я сделал просто публикацию там блогеры провели небольшое расследование вспомнил что они ну там расследовали вот и свои мысли по этому поводу такие легкие высказал выходит этот пуйко пуйко и говорили меня заказали мосевчук я до этой пресс-конференции его существование ну не знал если человек говорит что его мне заказали я должен соответствовать вот малая часть дальше будет больше пойдет вешается каяться там в церкви в синагоге в мечети куда он ходит я не знаю хай пожертвует все эти деньги на вооруженные силы ну продаст это все нажитое сыном инвалидом непомерным трудом по кабакам в Стамбуле понимаете эти люди по факту уничтожили мотивацию людей защищать роль они вражеские диверсанты они внутренний враг и без зачистки его мы не остановим внешнего мы не остановим мы не приведем мир мы не сделаем абсолютно ничего да грустно грустно и печально но такова картина дня и кстати честно говоря вот последние скандалы с этим пуйком меня тоже удивили потому что у вас дела стало слишком много вот я же думаю что даже проявление в сми это же не просто тогда там быть в эпицентре события тоже нужно как бы помочь и в том числе финансово чтобы о нем заговорили чтобы он был публично не надо просто быть добраем идиотом дебилом и каким является этот пуйко хуйко понимаете от просто по-другому не назвать никому он даром не нужен существует ли борьба между военкомами за ту или другую должен да существует но она не решается путем от этих разборок до в инфор пространстве она решается кэш я буду приносить больше наверх поэтому поставьте меня пожалуйста я буду нести туда больше поставьте меня сюда вот их я вот соглашусь с вами но как журналист многолетним стажем вы позволите все таки вставлю свою ремарку дело в том что пожалуйста не переходите на личности как бы эмоции не перехлестывали а потом причине что нет поэтому это не личность я его не слышал не знал знать не хочу это собирательный образ он понимаем но вторая часть и воду которую я добавляю касается не лично юрия пыка она хуйко это собирательный образ от этого военкома со такой рожей пропитой который ну я вам честно скажу у меня есть некоторые случаи и жалобы когда некоторые военкомы не просто целуют ну там починил а девушка нравится там дата чему-то не забрал и приходи на синавал да это ужас понимаете такое было но в любом случае я должен был сделать определенный по канонам жанра ну а теперь вот возвращаемся к международной политике очень важно тут у нас поменялся глава нато не глава он генеральный секретарь хотя номинально так и есть значит столбенберг всем помахала ручкой сказал что в общем то он передает свою организацию в надежные руки сказала то что по его словам 500 тысяч уже под ружье боевой готовности я говорю о военных значит военнослужащих нато случае чего там намекая на возможность когда-нибудь войны между россией и западом первую очередь европой но стал секретарем генеральным нато марк рютте это такой бывший премьер-министр нидерландов говорит он очень хороший друг украины и так далее и так далее его первый визит в украину сейчас состоялся он приехал в киев понятное дело что перед своим уходом столбенберг сказал шиш вам а не нато по той причине что даже если мы хотели невозможно нет консенсуса марк рюта был более оптимистичен хотя помахать шашкой у нас заметная история а по факту что сделает это уже процесс другой ну так что то изменится и что означает этот визит в украину опять нам будут заливать и рассказывать о том что мы там что-то достигли у нас перспективы прям завтра послезавтра мы решимся давайте скажем честно рассказывать будут много говорить будут обещать будут но есть два но которых я ключевых в истории над кто бы не был о секретарем нато то две точки репортные существуют в взаимоотношениях украина первая эта позиция главной страны нато соединенных штатов америки она ну ближайшие полтора месяца точно ну не прояснится до окончания избирательной компании и 2 реперная точка это консенсус куда было такое если я не ошибаюсь в речи посполитой лидером в это это право в это любого члена 7 еще посполитой вот то есть любой депутат член сейма мог накласть вето на любое решение и она не проходил так вот именно это правило погубила речь посполитую как государство и привело к ее раздел я не зря привел пример нато построено по тому же принципу консенсус полный находится либо через выкачивание денег определенными государствами путем шантажа на себя родных либо вообще блокируется не преодолел не найдя консенсуса в средине надо и не имея стопроцентной поддержки сша любой столтенберг новый секретарь никакого значения не имеет кто бы там ни был самый большой друг украины еще кто-то без вот этих двух моментов он не решит абсолютно ничего да он будет говорить там будет уговаривать да но это будут слова в пустой комнате обращенные к никому потому что все в нато понимают что вот эти два вопроса есть ключевые если во втором консенсусе там еще дипломатически можно ну как-то играть что-то искать где-то покупать торговаться шантажировать и тому подобное как допустим с орбаном сделала красиво договорилась премьер-министр италии было не да по последним деньгам то соединенные штаты это глыба в нато без которой нато не нато и а все зависит от выборов и внутренней ситуации в сша да это правда более того мне кажется что даже независимо от ситуации кто придет к власти в соединенных штатах америки украинский вопрос быстро не разрулится об этом уже говорят эксперты сто один процент я с вами согласен вот знаете меня удивляют умиляют от эти добрые люди которые сидят с одной из одни добрые люди сидят и говоря трамп придет мир в мешке принесет а другие сидят и говорят канала придет дальнобой нам принесет и победу ни одно не отвечает действительности и другу все зависит от нас нас сами мы не знаем какую конечную политику будет проводить кабинет трампа или кабинет хайс в любом случае национальные интересы америки для них будут в приоритете в любом случае не украины и какого-либо другого государства а именно америки будут у них в приоритете да у них разные видения разные подходы к этим национальным интересам но все равно стержень иди и против них они не пойдут потому что будет а новые страны президент будет а президент на исходе как байден если он будет от этого стержня где-то но убирать его будут бить американской элиты вне зависимости от партийности поэтому украинский вопрос он не может решиться в течение одно суток ну в одну сторону или в другую более того показателем этого были дебаты кандидатов в вице-президенте сша ни одного слова об украине нет за то есть люди которые реал политик вообще не обсуждали украинский вот это вот показатель и он должен быть для украины очень серьезно показатель того что по факту происходит с нашей страной вообще с нами тогда у меня последний вопрос раз бы об этом но наверное я должен вас спросить скажите а последний визит где зеленский в соединенных штатах америки мировому сообществу и америки я про белый дом там и кандидатам президента предложил и презентовал свой план победы этот процесс она была достаточно успешной или все-таки провальны только откровенно смотрите как по мне визит был для украины провальным он и не мог быть другим потому что весь американский политику в выборах и внутренняя история выборы ими интереснее любых историй украины израиля кого угодно вы посмотрите байден на события в израиле отреагировал за пять минут до конца ракетного удара а это не байден старик просто забыл то нас дела это администрация понимал значит по поводу визита делегации наши я скажу нашу республиканцы особенно но не только и демократы в том числе нашу делегацию как того сырлого кота пароли дрессировали и учили в какой вот точек ходить и не перепутать это реально мы оказались такой ситуации я вообще не понимаю зачем был этот визит ну в этот период ну американский нужен но вот мы оказались в этой истории там были скандалы но в любом случае как говорил макеавелли лучше сожалеть о том что сделал чем о том что не сделал возможно такой принцип и актуален для украинской власти том числе игорь я очень вам благодарен большое спасибо за ответ на мои вопросы спасибо что поделились своими мыслями на канале дикий лайв благодарю жму руку и до встречи спасибо виталий спасибо вам спасибо нашим зрителям что нас смотрели всем мира и добра будем жить последнее что хочу сказать вы для них лекцию запишите кто такой макеавелли потому что боюсь навряды в зеленых коридорах власти вас поймут ну да ну да ну да кстати да это отдельная тема для разговоров потому что многих я знаю кто туда пришел там действительно две класса церковной школы они поэтому делают порой такие грубейшие ошибки потому что не могут провести параллели между вчерашним днем и сегодняшним но я с одним я с одним общался это так вот отвлеченно с одним общался он говорит а что это за чувак у тебя в кепке вот стоит я говорю да это макеавелли он говорит это художник говорю все понял но так говорит само за себя и таких много там сейчас к сожалению это наше горе наши проблемы может быть если бы ситуация была двое и люди были другие может быть того чем мы сейчас живем не произошло ну хотя тема для дискуссии спасибо вам большое спасибо за смотрели через небольшой промежуток времени встретимся подписывайтесь на мой канал канал дикий лайф измените свое отношение кто не подписался для меня важно это меня стимулирует сегодня нашим гостем был украинский политик Игорь Масичев до встречи и не теряйте оптимизм